Вот уже 20 лет машинист насосной установки Геннадий Пасько следит за тем, чтобы станица Гастагаевская была обеспечена водой. Насосная станция Фадеевского водозабора, которую он обслуживает уже третий десяток лет, всегда справлялась со своей задачей. Но в этом году на станции возникли проблемы. В миссезонье воды хватает, по большому счету скважины работают, этих шести скважин хватает. А вот когда начинает засуха, начинаются поливы, воды много требуется, вот тут станица разрастается, вот тут уже воды не хватает и решили пробурить скважину. Ну, теперь скважину пробурили, дела пойдут совсем по-другому. Уже будет, конечно, совсем легче. Седьмая скважина с артезианской водой уже пробурена и обеспечена необходимым оборудованием. Кроме этого, параллельно был решен вопрос о замене насосного оборудования и строительстве электролизного аппарата. Новая техника заменит морально устаревшую, на которую даже запасные части удавалось найти с трудом. Водозабор Фадеевский построен более 30 лет назад, старые насосы уже свой ресурс изработали, более 30 лет им. Запчасти, даже сейчас что-то купить, это уже сложно, не выпускаются на такие насосы. Мы приняли решение приобрести новый насос, виловский, импортный насос, который не требует, в принципе, обслуживания большого. У него большой ресурс, большой запас мощности, он более экономичный. Новое насосное оборудование потребляет на 40% меньше электроэнергии и имеет отдельный электронный блок управления, который обеспечивает стабильную работу. Раньше, после скачка или отключения электроэнергии, коммуникации испытывали высокие перегрузки от гидроударов. Теперь эта проблема решена, а заодно исчезнет проблема внезапных прорывов труб, с которыми специалисты сталкивались ранее. Сейчас идет сертификация нового оборудования и тестовые запуски. Но руководство водоканала уверено, нехватка воды в станице Гастагаевской больше не грозит.